Добрый день, меня зовут Артем Геллер, я сейчас являюсь генеральным директором компании имени себя лаборатории Артема Геллера. Начал я лет пол жизни назад, мне сейчас 34 года, где-то 17 лет я начал профессионально работать иллюстратором и дизайнером параллельно. Дизайнером зарабатывать было немножко проще в тот момент, иллюстрации были не в таком большом фаворе, то есть заработать на них было действительно объективно трудно. В дальнейшем я работал арт-директором, креативным директором разных студий, компаний, не знаю, Актис, Радкетс, еще каких-то РБК. Но в конце концов, насмотревшись, как рождаются и умирают все эти компании, решил сделать свою. И мы так получилось, вот уже лет 6, наверное, занимаемся серьезными, большими, крупными информационными и сервисными государственными проектами в сети. Тут есть очень большая социальная составляющая, потому что мы делаем для всех, для людей, для граждан вне зависимости. То есть тут нет такой молодая женщина, 20-30 лет, с таким-то доходом. Нам нужно быть доступными, понятными и для совсем молодой аудитории, или для совсем пожилой аудитории. И, может быть, затрагивая, решая задачи для этих граней, мы покрываем весь центр этой картины пользователей, пытаясь сделать наши ресурсы удобными, понятными и доступными. Так получилось, что, занимаясь очень долго рекламой или деятельностью вокруг этого, то есть, по сути, пиар завода какого-то, то есть новый корпоративный сайт или завода подшипников, это такой, все равно, промо-проект. Мне это несколько надоело, сильно надоело. И я понял, что я не могу больше этим заниматься, не могу заниматься рекламой, мне прийти-то обманывать людей тем, что я делаю. Легкая ложь, большая, не так важно. А делая государственные проекты, настроив себя на то, что, как я понимаю, мы работаем исключительно для граждан, мы представляем, как этим сервисом будут пользоваться люди. Для меня это очень важно. И тут у государства нет задачи что-то продать, что-то купить на своих сервисных ресурсах. А есть задача только сделать хорошо, удобно, понятно, доступно и так далее. Вот я бесконечно повторяю эти слова, потому что они очень важны. Сначала, может быть, я себя об этом убеждал какое-то время определенное, как в японских компаниях поют с утра гимн компании. Но я сейчас верю в это очень серьезно, в это такой наш миссианский, миссионерский путь. И я могу сказать больше, что ребята из нашей компании еще в значительно большей степени, чем я, этим одержим. Ну, чтобы было удобно, просто, понятно, доступно и так далее. Каждый дизайнер, иллюстратор в какой-то этап своей жизни останавливается в профессиональной и в карьерной жизни доходит до какого-то определенного важного для него этапа. Он этот этап чувствует внутренне. И в этот момент начинаешь переключаться, если ты довольно активный человек в жизни, в профессии, в какой-то степени коммуникабельной, ты начинаешь волей-неволей осваивать совершенно другой пласт жизнедеятельности, профессионал, а именно, ну, кому что ближе. Кто-то занимается образованием, может быть, сначала образование внутри компании, потом круг сферы деятельности вот эти бесконечно расширяются. И чем больше ты профессионал, тем хочется больше людей покрыть своими знаниями или еще чем-то опытом, привлечь в профессию именно тех людей, которые, потенциально, ты видишь, действительно заинтересованы в этом. Когда я преподавал в МГУ информационный дизайн, я видел прям видел тех ребят, из которых, мне казалось, на тот момент получится действительно толк. Ну, так по факту и вышло. Так забавно, но по факту так и вышло. Поэтому мы занимаемся и образовательными проектами, и государственными, и делаем еще социальные проекты, которые... Во всех этих проектах есть социальные составляющие. Мне для меня это очень важно, потому что это одна из тех вещей, совсем немногих, которые мотивируют именно меня в профессии. Как и все в нашей жизни, важное происходит случайно, но к этому ты долго-долго-долго готовишься. Мой партнер в этом направлении, Слава Провзинский, написал пост в социальной сети о том, как он видит развитие регионального дизайна в России, как он видит образование в этом аспекте, в этом срезе. И я прочитал этот теоретический пост о его понимании и видении. И сказал, эй, ты, парень, мы не были знакомы, говорю, пока ты тут рассказываешь свои теории. Мы уже съездили недавно в Брянск несколькими дизайнерами и рассказали ребятам совершенно бесплатно на базе какого-то института о том, о профессии, о том, что считаем важным, поделились своим опытом и так далее. И вот так связался наш разговор, он мне написал. И первые дизайн-выходные мы устроили в его родном городе Костроме, а вторые в моем родном городе Смоленске. Передаем всем привет. В Костроме мы уже собрали, мы планировали собрать 150 человек аудитории, а получилось, что мы собрали 650 человек. И мы поняли, что мы нащупали случайно абсолютно такую нишу, когда мы и пользы много приносим, и аудиторию большую собираем, потому что такую аудиторию собрать в Москве нужно постараться. Может быть, привезти каких-то зарубежных спикеров или еще что-то. Да вообще Москва препятствует многим вещам, своим темпам жизни или еще чем. А тут у спикеров, профессионалов ребят и приключения не выезжают в какой-то регион, город, местность новую, абсолютно отрываясь от коммуникаций, городских, рабочих, еще каких-то. Ну и ребятам в регионах это безумно интересно, и у них аншлаги, когда к ним кто привозил людей, да еще бесплатно, да еще так много и так далее. Если не ошибаюсь, 5 лет мы этим занимаемся, и мы уже организовали около 20 мероприятий, ну где-то вот аудитория в районе от 500 до 1500 человек, в зависимости от размера города, или вот того маленького участка, где мы проводим мероприятия. Мы на самом деле в Москве проводили несколько мероприятий довольно узких по теме, например, про информационный дизайн узких мероприятий. Там был Илья Радурман, Саша Гладких, я, Миша Шашков, мы говорили о информационном дизайне. Нам важнее вот это мессианство, то, что мы хотим нести знания в регионы, и более того, даже вопрос не столько знаний, сколько появление, улучшение коммуникаций между ребятами, потому что, вне зависимости от города, я не понимаю действительно до сих пор специфику этого вопроса, или есть сообщество, где люди друг друга знают, или его нет. Вот в моем родном Смоленске его на тот момент не было, в родном городе Славы Костроме действительно был. Люди поднимают руки, они не знают, они знакомятся. Вообще дизайн выходные – это такая смешная и важная вещь. Это то мероприятие, где уже родилось, создалось множество семей, родились дети, люди познакомились на этом мероприятии, то есть такого очень много, это целая жизнь, это как Woodstock, я не знаю, если можно привести такую аналогию, но это очень похоже на это. Подбирая спикеров, этим в большинстве случаев занимаюсь я для мероприятия, тех профессионалов, которые будут участвовать, мы руководствуемся не их возможностью и желанием что-то сказать. Единственный наш критерий – это профессионализм. Даже если человек не умеет говорить, мы хотим дать ему площадку, комфортную площадку, на которой он может научиться это делать, говорить с аудиторией, это очень важно. К тому же нас в наших школах, в наших советских школах это мы не учили. И нам важно, чтобы эти профессионалы, то есть за ними было большое портфолио действительно серьезных, важных проектов, а не какой-то благопротивный инфобизнес или что-то такое. Я формулирую, когда меня спрашивают, о чем было бы актуально рассказать, у меня есть такая концепция, что я задаю вопрос, что ты считаешь наболевшим для тебя в профессии, ну давай об этом расскажи, это может быть все что угодно. И когда ты так ставишь вопрос, человек выдает не какой-то для аудитории довольно сухой доклад с любой направленности, а его глаза наконец-то начинают гореть, потому что эта тема для него больная, и это нравится аудитории, это нравится ему, и им проще готовиться, и вообще это вызывает значительно больше эмоций. Так что это очень демократичное мероприятие, и это не между собой, потому что мы приглашаем всех. Более того, мы же все понимаем, что на стыке именно профессии зарождается ну какая-то новая область знания, да, или даже может быть практика применения, мы зовем практически всех. Единственное, что действительно может быть акцент значительный в digital, потому что так получилось, что я много людей знаю из этой области, из этой среды, но мы всегда спрашиваем у регионов, которым проводим, на что вы хотите поставить акцент. Потому что Воронеж, это безусловно digital, там есть свои парки, там большое комьюнити, да, которое занимается вебом, разработкой вокруг всего этого. Но если говорить про Киров, да, там значительно больше потребность в графическом дизайне, да, ну просто аудитория больше такая. Ну и в зависимости от города мы перерасставляем акценты эти. На самом деле мы объективно перекладываем львиную долю организации на ребят на местах, которые нас просят провести у них мероприятия. Поэтому с нас-то только собрать спикеров, договориться, понять логистику все, и вот, собственно, и все. Сначала мы их жгли довольно серьезно, и у нас было по пять мероприятий в год. Но сейчас, поскольку у нас родились дети практически одновременно со Славой, да, мы сменили сферу деятельности, у нас появилось довольно много проектов разных. Мы сузились до одного, хотя планировали, честно говоря, в этом году три провести, но получилось вот одно в Суздале, которое сейчас будет. Многие современные дизайнеры, которых я знаю, они начали довольно, ну, давно свой рабочий путь, профессиональную карьеру. И на том этапе, если говорить опять ближе ко мне, говорить про веб, объективно не было в России, да и в мире, на самом деле, не было учебных заведений, которые могли бы чему-то обучить в этой области. Это не касается графического дизайна, здесь было все хорошо. Поэтому в моей профессии все люди, которые появились, они вышли из совсем других специальностей. Я юрист, кто-то математик, кто-то инженер, кто-то еще. Ну, с чем профессий довольно много. И нам повезло в том смысле, что из нашего увлечения, из нашего хобби это переросло в нашу профессию. Когда так получается, мне кажется, лучше, ну, прекраснее вообще ничего нет. Потому что мы не ходим на работу, как на работу, мы получаем от этого удовольствие. Если говорить о, а я насмотрелся с дизайн-выходными, дизайн-образований в регионах, то дело обстоит действительно печально. Но есть те ребята, которые... Все зависит от нас всегда в этой жизни. Есть ребята, которые... Я знаю прям много примеров их карьерного взлета из любого города в любое агентство, студию. Куда они хотели, туда они попали, на любую должность. Это активность, это жажда знаний, это коммуникабельность на каком-то этапе. Потому что, на самом деле, у нас нет отличий никаких. Мы все работаем в интернете. Меня спросили в каком-то из городов. Артем, почему у нас наружная реклама такая в городе плохая? Ну, мне ничего не оставалось, кроме как ответить. Она плохая, и по единственной причине вы ее такой делаете. Вы не смогли объяснить клиенту, почему хорошо. Вы не смогли доказать, вы не смогли показать и так далее. То есть проблема в вас, а не в ваших плохих клиентах, у которых нет вкуса или еще. Потому что в Москве это те же самые ваши брянские, кировские, ярославские клиенты, которые переехали в Москву и сейчас просто находятся здесь, на самом деле. Единственное, что мешает, на мой взгляд, такая психологическая установка, снять барьер психологически у ребят в регионах. Вот у вас там в Москве ого-го, а вот у нас тут их. А здесь наоборот. Мы говорим, что вот у вас в Европах там ого-го, а здесь у нас, значит, ничего. Все это полный бред. Мы работаем, мы живем в интернете, мы знаем кучу примеров. И ребят, которые работают на лучшие компании, студии этой планеты из удаленных городов России, из Москвы и как угодно. И обратная история, когда на нас работают зарубежные иллюстраторы и дизайнеры. Поэтому здесь все пути открыты. Вопрос только в собственных амбициях, талантах, профессионализме. И, конечно, самое главное – это работоспособность твоя. Если говорить о самообразовании, то в моем случае я, наверное, этим занимаюсь бесконечно. Мы что-то слушаем, читаем, видим. Вся литература, которую я смотрю, читаю, она профессиональная. То есть вся политическая еще какая-то инфоповестка проходит мимо меня. Я сосредоточен на профессиональном. Причем на узких вещах, которые действительно я люблю. Я, например, увлекаюсь доступностью интернет-ресурсов для людей с ограниченными возможностями. И вот из таких узких профилей и интересов в самообразовании обычно и вытекает какой-то узкий профессионализм, который всегда выгоден. Если есть какая-то узкая специализация, узкая стилистика, как в иллюстрации часто бывает, из этого выливаются заказы, деньги, проекты и так далее. Потому что мало кто в России может рассказать о том, как делать сайты для людей с ограниченными возможностями, кроме меня. Соответственно, кому это надо, обращаются ко мне. Но есть самообразование и обратная сторона. Нужно уделять значительное время рабочей практике. То есть, если мы слушаем эти бесконечные лекции, мнения других людей, профессионалов о том, о сём, это никак не растит в нас как профессионала. Скорее, наоборот, мы замыкаемся в этих большом количестве теоретических знаний, начинаем воспринимать мнение профессионалов как что-то ультимативное, как то, что нельзя ломать, двигать и так далее. И по итогу я видел много людей, которые бесконечно учатся, но как профессионалы они стоят на месте, деградируют или вообще уже поздно начинать. Хотя у них уже два высших образования специальных, а не бесконечных, их можно увидеть на всех форумах, лекциях, семинарах, вебинарах и о чём угодно. Поэтому лучше пойти аспирантом в любую компанию, компанию своей мечты, работать там без денег, без всего за хлеб и воду и параллельно что-то изучать, чем заниматься просто образованием без практики. Ещё ни одно учебное заведение в мире, по сути, не придумало, как давать актуальные знания. Пытаются приглашать экспертов, которые делятся самыми актуальными знаниями, но в общем образование не успевает за развитием индустрии в любом случае. Потому что нужно ещё найти профессионалов, которые умеют говорить, которые умеют учить. Это всё очень сложно. Есть очень важная вещь для меня, которую я для себя в самообразовании уловил. Если хотя бы одна, пусть даже не очень важная мысль, но новое открытие удалось вынести из любого мероприятия, из целого мероприятия, с кучей докладчиков, спикеров, учителей, тренеров, кем угодно. Если вы сумели уловить одну новую мысль, то значит мероприятие для вас состоялось. Значит в этот день вы научились чему-то одному новому. Это на самом деле сложно. И чем выше твой профессиональный уровень, тем это сложнее и сложнее. На мой взгляд это важно. Куда бы я пошёл учиться, мне интересно было бы послушать про промышленный дизайн. Или хочется больше знаний на стыке дисциплин дизайна в самом широком и правильном смысле понимания этих процессов. Как для веб-разработчика или дизайнера для меня сейчас трудно что-то новое открыть. Так сложилось, что до сих пор, даже я генеральный директор своей компании, до сих пор ни один проект не проходит без моего самого прямого участия в проектировании, в аналитике, в разработке, в дизайне. Потому что из меня наверно плохой арт-директор. Я не знаю хорошо это или плохо, на мой взгляд плохо. Я понимаю, что если мне что-то пришлют, то мне нужно что-то поправить или совсем всё переделать. Мне быстрее сделать это самому, чем долго писать длинное письмо кому-то или отдавать это вообще на роль стороннего арт-директора. Для меня это очень трудно психологически, поэтому я всё ещё бурно участвую в процессе. Это очень сложно, от этого заканчиваются нервы, от всех своих инициатив, которые существуют. Но иначе я пока не могу. Чтобы справиться с таким большим потоком задач, которые существуют, у меня есть своя теория. Такая забавная для меня. Может быть, она меня в чём-то оправдывает. Я её называю для себя контролируемый хаос. То есть, во многих вещах я полагаюсь на то, что оно как-нибудь сделается само. И это всегда получается. Например, с дизайн выходными, объективно, со всем этим мероприятием. У нас, на самом деле, самые лучшие отзывы о мероприятиях, которые могли бы быть у такого выездного сабантуя. То есть, у нас есть и преданные фанаты, поклонники. Все говорят, что атмосфера очень приятная. Но суть в том, что мы не заморачиваемся на тех вещах, которые не нужны. Мы вычленили для себя важный момент. Это те ценности, которые мы хотим ими пропагандировать. Вот эта демократичность, что нет разделения между вами волшебными людьми из Москвы и вами неволшебными из Краснодара. Все вместе. Нет четкого тайминга у лекторов. Так, все заканчивается, следующее, еще что-то. Все одели бейджики, без бейджиков не вышли. У нас всего этого нет. И поэтому получается очень комфортное мероприятие, которое приятно всем. Вот. Если говорить о каком-то просто банальном тайм-менеджменте. Ну, безусловно, он есть, потому что без него вообще никак нельзя. Для меня это... Я каждый вечер пишу себе задачи на следующий день. То есть, не важно там мое состояние, еще что-то. Я себе пишу самые важные задачи на следующий день. И начинаю, не как говорят, с самых сложных, а с самых простых начинаю. Но добираясь до сложных, это помогает мне разогнаться и начать работать. Вот. Но на самом деле, мы же работаем-то 20% времени. Есть очень важный момент. Мы работаем как проектировщики-дизайнеры в вебе. Это то, что мы работаем всегда. Когда я еду за рулем, я работаю. Когда еду по улице, работаю. И ко мне приходит какая-то мысль, как это можно сделать удобней. Какое решение применить. Может быть, оно какое-то новое совсем. Или что-то можно протестировать, попробовать. И в этот самый момент, то есть, мне приходит, надо дойти до офиса. И, собственно, я это реализую за пять минут. А вот то, что я три дня думал об этом, в этом и заключалась моя работа. В отличие от работы иллюстратора во многом, где надо действительно много сидеть и там дьявол в деталях или еще в чем-то. У нас так же, но мы состоим из такого большего функционализма. То есть, мы это квадратики, кубики, конверсии и все остальное. То есть, мы больше про это. Можно, конечно, делать вид, что все прекрасно, волшебно, но все довольно тяжело. Мы же сделали сайт Совета Федерации, премьер-министру, президенту. Куда дальше-то двигаться, непонятно. Вот оно, точка невозврата, казалось бы. Но мы себе придумываем проекты, которые... Мы начинаем сами придумывать проекты, которые нам были бы интересны с разных сторон. Так мы придумали проект дизайн госсистем. Проект, в котором могут поучаствовать все без исключения, включая, кстати, иллюстраторы. Это проект, в котором мы будем раздавать бесплатно для государства, для разработчиков, которые делают для государства компоненты всевозможные. Проверенные, протестированные. Качество, которое проговорено с аудиторией, профессиональной. Раздавать всем государственным сайтам. Этим государственным проектам, разработчикам для государственных сайтов. Для того, чтобы решить несколько проблем. Первое, удешевить разработку государственных ресурсов. То есть, в принципе, я сам у себя хлеб отбираю, ну, в каком-то смысле. Второй момент – это все-таки подтянуть вверх уровень качества, ну, может быть, не федеральных проектов, но региональных, муниципальных, тех, которые поменьше, где бюджета меньше и так далее. Потому что отдавая качественные, хорошие компоненты, мы все-таки и написав правильные, хорошие гайдлайны, мы поднимем планку, если их будут соблюдать. Ну, вот такие цели, в принципе, ну, это и так, если коротко говорить. Поэтому любая скука, депрессия перекрывается рабочим процессом над новым проектом, который ты сам придумал. Как случился дизайн выходными, которые родились на пустом месте. Бесконечно рожаем проекты, потом думаем, как, боже, с ними справиться. Еще есть такая вещь – пообещал, сделай. Вот ты, я люблю обещать наперед, чтобы потом быть обязанным. На данный момент единственное, наверное, что меня держит на плаву, это мой сын Лука, которому сейчас год исполнился. И то, что есть родители и друзья рядом, больше ничего меня не держит. Я просто не могу остановиться. Есть такая вещь – все вокруг болеют довольно часто. Когда спрашивают Артема, почему ты не болеешь, я говорю просто. А нервные люди в стрессе никогда не болеют, потому что организм вечно собран, вечно совсем борется. Вот ты и не болеешь никогда. Бежишь, летишь, куда-то встречи, еще что-то, и ты об этом даже не думаешь. Одна из интересных задач, которые можно дать студентам, или ребятам, которые начинают чем-то заниматься, увлекаются, определяются с чем-то, это давать задачи из реальной жизни. Например, своих проектов, понимая, сколько в них ты вложил понимания процессов, компаний, клиентов, для которых ты это делал, аудиторию, на которую ты рассчитывал, пытаясь разобрать свои ошибки и похвастаться своими какими-то идеями или плюсами. Это довольно интересно, потому что ты можешь всегда почерпнуть что-то новое от аудитории, и узнать, наверное, со стороны, как это воспринимается. Удобно, неудобно, понятно, непонятно, решает ли задача, не решает задачу. Но тут очень важный момент есть, он, наверное, ключевой, что в саму задачу, перед тем, как показывать результат, нужно очень серьезно описать сами те условия, рамки, в которых предстоит работать. Задачу, ожидаемое решение, ну вот все эти факторы нужно описать, чтобы у людей начал правильно работать мозг в этом направлении. Это как, знаете, мы присылают, вот если дизайнер мне присылает макет, Артем, посмотри, хорошо или плохо, мы сейчас говорим про веб, например, сервис какой-то присылают, я, безусловно, не могу ответить на этот вопрос вообще никак, потому что я не знаю ни клиента, ни условий, ни задач, ни акцентов, ни приоритетов, я ни с кем не разговаривал. Поэтому я могу на это посмотреть исключительно со стилистической точки зрения, со стороны, с точки зрения графического дизайна. Красивая картинка, вроде как удобно, вроде как понятно, но это абсолютно некомпетентное мнение, если ты находишься вне процесса разработки. С другой стороны, люди вне процесса точно важны, потому что они могут смотреть вообще радикально на картину иначе. Так, по-моему, Эйнштейн любил говорить, я сейчас точно фразу не назвал, но надо быть вне системы, чтобы сделать в ней что-то новое. Вот так мы пытаемся выпрыгнуть иногда из коробки государственных ресурсов, которые делаем, и делать инновационные вещи на государственных сайтах, которые получают международные премии за дизайн, что, в принципе, нереально. Ну, так есть. Мы единственные, кто это может делать пока у нас в России, да и в мире. Только один проект получил премию за дизайн. Это вот сайт в Великобритании. Большой, серьезный проект с большим количеством участников, специалистов. Больше государства ничего на дизайн премиях не получал никогда ни у кого. К сожалению, не получается выстроить границу между рабочим временем и временем, которое я провожу дома с семьей. То есть, безусловно, я являюсь хорошим папой, хорошим мужем дома и профессионалом на работе. Но если возникает какой-то момент накладки и пересечения одного с другим, я не могу устоять, я переключаюсь, потому что и то, и другое для меня важно. И я не могу отбросить звонок жены или в то же время рабочий звонок во время семейного ужина. Весь полезный софт, которым я пользуюсь для того, чтобы хоть как-то себя упорядочить, это Fenix для MacOSI, где я просто ставлю сдачи для себя. Это Trello, это то, чем мы работаем с командой фронтендеров внутри своей компании. На самом деле все, мне больше ничего не нужно, но наши программисты, у них отдельные свои GTD-системы, которые они там делают, настраивают. Я туда даже не лезу, боюсь смотреть, что там происходит, и не хочу. На фронтенд, на то, с чем взаимодействует человек, нам хватает Trello. За долгую профессиональную карьеру я насмотрелся на принципы, различные подходы в том, как люди, принимая их к себе на работу, людей, HR-ами, сами общаются или еще что-то. Все эти пути, которые я обозначил, не очень правильные. Самым правильным является путь, когда ты простым способом, каким-то действительно простым, находишь человека, и дальше пытаешься разговаривать с ним как с человеком, как с профессионалом. И, безусловно, мы это делаем, у нас нет HR-а. Мы вообще пытаемся сокращать дистанцию до клиентов и между собой максимально сокращать. Поэтому это несколько ребят. Собеседование проводит несколько ребят, которые просто смотрят на человека. Безусловно, это есть тестовые задания, еще что-то бывает. Но моральная составляющая, коммуникативная составляющая, она для нас является очень важным фактором. Хотя мы увлекающимся забитому гику простим все на свете, если он может делать какие-то вещи безумно крутые. В моей карьере приходилось работать с друзьями, но для меня это в большинстве случаев негативный опыт, потому что это, знаете, как есть поговорка, если хочешь избавиться от друга, дай ему в долг. В каком-то смысле это похоже на работу с друзьями над одним проектом, потому что там появляются те вещи, которые мало имеют отношения к дружбе, появляются те самые деньги, то самое время, те самые амбиции или еще что-то, которые можно, в конце концов, не поделить. У меня негативный опыт в этом смысле, и я предпочитаю с друзьями не работать. Когда-то в какой-то момент я придумал такое словосочетание, как синтетический функционализм. Случит оно сложно, но говорит о том, что мы это часто используем в наших проектах, именно этот подход, когда мы объясняем каждый пиксель, каждый сепаратор разделителя, каждый выбор шифта и так далее. То есть мы все-все-все объясняем. У нас нет ничего лишнего. Когда ты можешь объяснить каждый момент, тебе легко говорить с клиентом, потому что у тебя есть ответ на все вопросы. Если ответа на его вопросы нет, значит ты сам не прав, значит ты себе не объяснил, не понял и так далее. И этот синтетический функционализм переносится и на собственный образ. Не знаю, у меня нет там иконок на рабочем столе, у меня серый бэкграунд на компьютере, у меня все чистое, нет информационного шума. Мы аж от него очень сильно устаем и хочется впитывать не только полезное, а всего остального дистанцироваться. Но это важно дизайнеру. Есть такой, не знаю, реклама, это не реклама, не важно. Есть конкурс, называется он Russian Design Cup. Это где ребята на протяжении длительного времени, почти полгода выполняют различные абсолютно задачи. Я хотел бы побыть на месте как раз этих ребят. Я очень жалею, что у меня нет возможности, потому что мне безумно интересно такие конкурсы самому поучаствовать, но, к сожалению, нет времени. Даже хотел бы сделать это анонимно как-нибудь, чтобы понять, насколько мой уровень все еще актуален или еще что-то. Да, вот именно в этой области, в своей профессиональной среде и так далее. Но конкурсы, к сожалению, приходится пока только судить. Время на участие в них немного. Но расстраиваешься от работ, которые присылают на конкурсы, потому что есть общая проблема. Почему-то ребята не учат думать шире о решении задачи. Как часто я подхожу к вопросу? Я беру, кажущееся мне интересное решение, я бы довожу до какого-то невидимого, бежать с перспективы, абсолюта. Вот оно хорошее решение, правильное, красивое, удобное. И в этот момент у меня есть такой собственный лайфхак. Я пытаюсь забыть все, что я делал раньше. Отстраниться от этого. Представить, что ко мне пришли с этим моим решением. Мы им сказали, вот Артем, вот есть у нас такой, он нас замучил, и хочется его переделать в лучшую сторону. И вот с этой нулевой точки я начинаю думать о том, как сделать лучше то, что я сделал. И вот может быть так пройти несколько этапов. Так мы работаем даже над нашими проектами, потому что мы часто переделываем макеты, которые уже приняты. Потому что появилось более интересное решение. И вот таким подходом получается сделать действительно что-то интересное, уникальное, неожиданное. И может быть сократить еще сильнее путь. В общем, мыслить широко и вообще начинать с каких-то, ну, не знаю, далеких вещей, неожиданных вещей, подхода к этой задаче. Мне интересно все новое, то, что происходит в индустрии. И поэтому я не составляю себя. Я увлечен тем, что я смотрю приложение. Мне даже жене приходится объяснять, откуда я поставил это приложение, и зачем оно мне нужно. Хотя я просто хотел посмотреть, как работают интерфейсы, как можно взаимодействовать в этом чертовом приложении знакомств. Или я смотрю на мессенджеры, или это может быть... Это компьютерная игра, безусловно. Потому что... Или кинематограф. Потому что мы все смотрим сейчас не только на то, ну, как на попку мы съели и прошли. Мы смотрим на то, как это устроено, как это работает. И пытаемся понять, ну, весь процесс разложить на какие-то этапы, детали. Это очень сильно помогает. Потому что, ну, вот из компьютерных игр к нам сейчас в интерфейсы, ну, уже параллельно практически придет VR, допустим. И у компьютерной индустрии довольно много наработок, о которых я уже знаю. И это можно использовать в своей области. Причем так забавно, что еще и проекты появляются под это как раз. У нас так случайно получилось, что нам в ближайшее время нужно делать виртуальный тур по территории Кремля. А тут вот VR, весь шум по этому поводу. Поэтому мы не можем пройти стороной этой темы. Хотя заказчик этого даже не просит. Это абсолютно наша инициатива, которая, ну, ложится в наши деньги, да, в какие-то... То есть нас об этом даже никто не просит. А мы это обязательно будем делать. Ну, есть вещи такие, ну, типа Лукатмед нас принципиально не пишет. Хотя мы, они миллион раз были на нашем мероприятии, выступали, им все нравится, та-та-та-та-та-та-та-та, все прекрасно. Они ни разу о нас не написали ничего. То есть тут тысяча дизайнеров собралось в Кирове и о чем-то разговаривают, делают какие-то проекты. Мы же не только мероприятия делаем в два дня, в выходные, где просто лекции у нас бывают, и мероприятия длиной в неделю, как там лагеря, как в Абрау-Дюрсо, где мы полезного кучу, мы навигацию сделали по Абрау, каких-то скамеек там люди понаделали, там много велосипедной дорожки сделали, много всего интересного, но об этом никто не пишет. Я не могу сказать, что есть нападки, есть подшучивания, но на них я тоже такой парень, я могу ответить, у меня сарказма довольно много, поэтому трижды нужно подумать, прежде чем шутить. Ну, а серьезно, иногда, конечно, обижают, особенно от коллег по цеху, которые не пытаются вникнуть в детали. Я случайно в этом человек, но я делаю для людей. Сначала я обижался, а сейчас я уже очень спокойно, лоялен, очень много всего это слышал. Я чувствую, что все меняется, и это мое ощущение, может быть, я в нем ошибаюсь, но был период года четыре назад, когда ко мне стали ходить по очереди все директора студий и агентств в Москве, чтобы со мной поговорить, как можно работать с государством, чтобы, ну, просто поболтать, поделиться опытом в этой сфере. И я сказал, что ничем не отличается, работайте, объяснил плюсы, объяснил минусов, минусов меньше, чем работа с коммерческими компаниями, плюсов больше. И все эти агентства, они так или иначе стали работать с государством. Кто-то на Москву, кто-то там, не знаю, кто-то для госуслуг что-то делает, кто-то делает для каких-то министерств, ведомств. И теперь, ну, когда приходит заказ в агентство от Москвы что-то сделать, они это воспринимают совсем иначе. То есть они это делают уже, ну, как сказать, ну, им приходится по факту это делать, по факту иначе воспринимать, потому что это их задача. И руководителю студии абсолютно все равно, какие там убеждения, значит, у людей, если есть задачи, ее нужно решить. Более того, скажу так, что даже у нас есть люди, которые вот в те времена ходили с белыми ленточками на эти мероприятия, на Болотную и на все остальное. Они работают у нас, они работают с нами, потому что политика вообще не имеет никакого отношения к техническим и профессиональным задачам, которые мы на работе решаем. Один из наших технических директоров, он с Украины, и мы ему подарили украинский флаг, у него стоит на столе. На что я повесил георгиевскую линточку на свой iMac. И мы сидим, и мы дружим, общаемся, все прекрасно. И только подшучиваем в эти стороны. Поэтому мы такие вне политики, за результат скорее, за хороший. Начинающим дизайнерам хотелось бы пожелать, может быть даже не пожелать, а дать совет, как можно больше работать и найти ту самую узкую, комфортную, интересную нишу для себя, в которой можно действительно очень сильно развиваться. Если это интересно тебе, если это достаточно узко, то вы, безусловно, никогда не останетесь без работы, будете всегда востребованы. Это даже может стоить очень, на этом можно довольно много зарабатывать. Это такая важная часть, на мой взгляд. Хватит учиться, давайте работать. Продолжение следует...